Японец, ну они это, они тоже разные, есть, воздает он и скрипит зубами, а есть, сгорбится и руки кверху. Такими японцев запомнил 98-летний уроженец Кемеровской области Василий Горбунов, ветеран Великой Отечественной войны. Его призвали в 1943-м для защиты страны от возможного удара на Дальнем Востоке. Однако полноценно воевать в звании младшего сержанта начал в августе 45-го, во время Маньчжурской наступательной операции. Даже командовал пехотным отделением. Очень мощная операция по захвату. Наши уже знали. У них была армия миллионная, она называется Квантунская армия, японская. А наши приготовили полтора миллиона человек. Еще и с Восточного. Вот у него старший брат, он брал в Прагу, но уже на Берлин их не отправили, а их после Праги отправили тоже на Восточном. Он закончил войну тоже на Восточном фронте. По задумке советского командования, в августе на китайскую Маньчжурию, где находились японские войска, должны были обрушиться сразу три фронта с нескольких сторон. Судьба Японии была предрешена и без бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В итоге Квантунская армия, страны восходящего солнца, была разгромлена за 11 дней. 2 сентября в Токийской бухте на борту американского линкора Миссури был подписан акт о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии. После разгрома Японии Василий Горбунов еще пять лет служил на Сахалине, выкуривая самураев. А далее, уже в мирное время, 42 года отработал шахтером в Кемеровской области. Вскоре дочь вышла замуж, перебралась в Алтайский край и помогла с переездом ветерану. Первоклассный стрелок Василий Горбунов сейчас, несмотря на почтенный возраст, ему 98 лет, каждый день читает газету и регулярно занимается скандинавской ходьбой. Без этого не может. Все-таки в прошлом еще и хороший лыжник. А о войне и своих боевых товарищах он готов неустанно рассказывать всем, передавая историю. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.